Это программа День с Толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите и в этом выпуске. Живопись, цирковое мастерство, вокала не только для юных гимнастов. Международный проект искусства в спорте в Барнауле. Если видите разрушение, лучше бейте тревогу. Но в этот раз паник и напрасно в Барнауле восстанавливают объект культурного наследия. Хотел зебру, а бонусом получил еще и музей. Люди со всей России создали в зоопарке дом черно-белого животного. Больше сотни владельцев личных подворий Новичихинского района вышли на митинг из-за закупочных цен на молоко. Они жалуются, что литр вместо 26 рублей теперь стоит 16, а где-то и все 11. Жители час разговаривали с властями, но ответа, что нужно сделать для улучшения ситуации, никто им не дал. Скачки стоимости в крае происходят регулярно. В Новичихинском районе подобное было два года назад. И тогда им помогло обращение в Роспотребнадзор. Теперь готовят письмо властям. Впрочем, сигналы о падении закупочной цены на молоко звучат не только там. Региональная ФАС проверяет информацию о возможном сговоре в Новичихинском районе, а еще в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Краснощоковском, Петропавловском, Поспелихинском, Бруцовском и Шипуновском. Но в ведомстве не исключают, что причины могут быть проще – с мая по август пик производства молока. А еще в Алтай-Пищепроме напоминают, что качество сырого молока от населения не всегда соответствует требованиям. И это тоже сказывается на цене. Поэтому специалисты советуют владельцам ЛПХ договариваться с районными властями о социально-экономическом партнерстве. Правда, заключены они пока только в Каменском, Павловском и Ребрихинском районах. Пункты контроля веса грузовых автомобилей начнут работу в Барнауле в июле. Одну из площадок организуют на улице Понтонный мост, вторую – недалеко от Обского моста. Обе дороги используют для доставки песка и щебня, так что весовые пункты сохранят качество уже отремонтированных дорог. В пунктах обустроят лаборатории. Они будут замерять нагрузку на каждую ось автомобилей. Сотрудники лаборатории уже прошли обучение. В качестве оператора весогабаритного контроля выступает «Автодорстрой». Компания уже предоставила одну передвижную лабораторию. Еще одна будет подготовлена к 24 июля. Нарушителей весового контроля будет ждать штраф. Все праздники в Барнауле провела известная российская гимнастка Любовь Барыкина. В Балтайском крае она представляла свой проект, который уже известен во всем мире – искусство в спорте. Это необычные сборы и мастер-классы для юных гимнасток, которые помимо танцев могут попробовать себя в живописи, цирковом мастерстве, вокале и не только. Зачем это юным чемпионкам знает наша съемочная группа? Держать подбородок, поднять глаза с пола. Воспитанникам спортшкол «Созвездие» и «Жемчужина Алтая» повезло. Не часто в Барнауле увидишь звезд такого масштаба. Известная гимнастка Любовь Барыкина приехала со своим проектом «Искусство в спорте», о котором уже знают в 12 странах мира. «Искусство в спорте» – это не только о гимнастике. Несколько дней девочки пробуют себя в живописи, цирковом искусстве, актерском мастерстве. Я знаю, насколько тяжко дается гимнасткам вся их работа в зале, и то, что у них очень мало времени для дополнительного развития в каких-либо еще сферах. Бывало и такое, что я в 12 часов заканчивала уроки, и, честно говоря, даже и не понимала, что я уже уроки делаю. Просто уже голова падала. И по некоторым предметам, не потому что мы такие глупенькие, у нас не было пятерок, а потому что реально не хватало времени дочитать какой-либо предмет, какую-либо книжку. Среди гимнасток большинство – те, кто в спорте с трех лет. Они выбрали непростой путь, полный лишений и отказа от многих соблазнов. Шесть дней в неделю, каждый день ты занимаешься по четыре часа. Да. А на что остается еще время? Есть же школа, есть домашние задания. Ну, вот на школу, домашние задания, ну, все в принципе. Хотя бы во время этого проекта, который длится пять дней, гимнастки могут перезагрузиться, пробудить в себе новые таланты. Например, Барыкина подключила к занятиям педагогов из цирка «Братьев Запашных» на занятия по живописи алтайских художников. А что еще нарисуешь? Колобка. Все дрои, кто хотел, есть колобка. Северное сияние и всякого, и даже медведя. Сегодняшний вечер – финальная точка. Его завершат гала-концертом. А уже после Алтайского края Любовь Барыкина отправится со своим проектом в Германию и Сербию. День России накануне отметила краевая столица. Причем в этот праздник многие жители Барнаула предпочли не только сходить в парк, посмотреть концерт, но и сдать нормы ГТО. Об этом расскажет Ирина Корчагина. Я ищу над Россией, над Россией моей. Этот день не просто выходной. 12 июня считают началом отсчета новой истории страны. День России Барнаул встретил с размахом и куда же без творческих коллективов города. Концерт на площади Сахарова собрал сотни жителей краевой столицы. Символично, что в этот же день в городе прошел фестиваль ГТО среди работающей молодежи, организованной Минспорта края. Нормативы здесь сдали 11 команд, каждая по 8 человек. Жители Барнаула пришли целыми организациями. Давно хотела для себя сдать, посмотреть, как получилось так, что и команда нужна от организации. А так мы все уже прошли успешно. Проводить фестиваль ГТО в Барнауле в День России уже традиция. А значит, через пару лет жители Алтайского края, в том числе и самые маленькие, смогут достигать тех же показателей ГТО, как наши родители и бабушки в советские годы. Новое поколение, надо больше заниматься спортом, потому что приходят, и некоторые не могут стоять на лыжах, хочется сдать, не могут отжаться. А вы ГТО куда сдали? В 70-м году. Мне было уже близко к 80-м, поэтому бросить через бедро я могу всегда. Праздник свободы и независимости в этот день отметили не только на площади Сахарова, но и во всех районах города. Славься, страна! Мы гордимся тобой! Ну а завершился день ярким салютом. Ирина Корчагина, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Активно провели эти выходные и те, кто не понаслышке знает, как важен спорт. Медики города в День России выясняли, кто из них самый быстрый и сильный. Борьба шла по семи видам спорта. Лучшими в дартсе показали себя сотрудники наркодиспансера. В перетягивании каната больницы скорой медпомощи в волейболе команда ОГМУ. А первое место в общекомандном зачете досталось в Краевой клинической больнице. Самый достойный результат, что мы сюда пришли и участвовали. Вот поверьте, это самое лучшее. Потому что сама атмосфера и участие уже значительно больше. Я тут административный ресурс никакой не включаю. Я только помогаю материально, поощрительно. Помочь сменить дежурство, чтобы в этот день член команды был свободен. Почти 30 лет он спасает жизни барнаульцев. Алексей Конурин – фельдшер, реаниматолог бригады скорой помощи. Ежедневно он выезжает на самые сложные вызовы. И накануне Дня медицинского работника мужчина удостоен внимания президента страны. Подробности далее. 30 лет каждый день он проводит в борьбе за жизнь. Алексей Конурин – реаниматолог. Обучение в колледже пришлось на 90-е. Повышать профессию было некогда. Закончил и сразу пошел работать на скорую. И сталкивался не только с жизнью и смертью. Я попадаю на домашние роды. Первый раз. Ну не знаю, если лицо моё сфотографировать, наверное, у меня лицо было хуже, чем у той роженицы, которая рожала. Но ничего, всё справился. Ребёнок нормально, всё родился. Потом я даже его навещал в роддоме. Мама назвала моим именем его. Но такие вызовы – скорее исключение. Всё-таки выезжают они на серьёзные случаи. В составе анестезиологии реанимации больше 15 человек. Их задача – экстренно доставить человека в больницу или запустить сердце прямо на месте. Да, выезжают на вызовы они реже, чем линейная бригада. Но, тем не менее, каждый день у них бывает не меньше 10 пациентов в тяжёлом состоянии. Такие ситуации снимать нам, конечно, не разрешили. Если ты работаешь долго, как я, например, работаю, сложности, как таковые, уже не должны быть. Потому что опыт работы не позволяет тратить время зря, надо действовать. И у нас в бригаде каждый знает, чем заниматься в нужный период. Каждый знает свою чёткую работу. Поэтому, если ты знаешь работу, сложностей не должно быть. С некоторыми коллегами Канурин работает десятилетия. Очень квалифицированный специалист. Отдаётся своему делу изо всех сил. Так что, только положительно, можно сказать. Очень отзывчивый и очень добрый человек сам по себе. Поэтому пациенты никогда о нём плохо не отзывались. Даже таких прецедентов не было. Кстати, сегодня мужчина провёл день не на смене, а в правительстве края. Виктор Томенко вручил Алексею Канурину благодарственное письмо президента России. Приятное внимание накануне Дня медицинского работника. Артём Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Кроме нашего героя, государственные краевые награды сегодня получили ещё 42 медицинских работника. Среди них медсестра Краевого госпиталя ветеранов войны Людмила Князева. В пандемию она 8 месяцев не покидала пределов лечебного учреждения. Мы увидели то, что не могли увидеть и вообще не думали, что такое может происходить. Хотя у меня стаж работы уже больше 25 лет. Но теперь намного я поняла, что я стала сильнее, мудрее во всех отношениях. Было радостно и приятно, когда мы поднимали на ноги человека. У нас была женщина, которой было 92 года. Знаете, как было приятно, что она уходит своими ногами. Медаль Локи Крымского за заслуги в здравоохранении, кроме Людмилы, сегодня получили ещё 11 человек. Двое стали обладателями Ордена Почёта и не менее важные награды вручили и остальным участникам встречи. Это признание на государственном уровне ваших заслуг и вашего вклада в укрепление и в развитие медицины на Алтае. Выражая сегодня в вашем лице самую искреннюю благодарность всем, кто работает в медицинской сфере, в системе здравоохранения края, я хотел бы вас поблагодарить, всех поблагодарить за каждодневный, напряжённый, самоотверженный труд. Барнауле снова обратил на себя внимание объект культурного наследия. Горожане заметили, что у здания по улице Интернациональная работает строительная техника, а рядом с объектом лежит сломанный кирпич. Историк Данил Дегтярёв сделал информацию достоянием сети. Так что происходит со зданием, расскажет Татьяна Голубева. До 2020 года он находился не в кирпиче, а именно как сруб. Сделать такой вывод Алексею Самохину позволила эта старинная табличка страховой компании, найденная за кирпичной кладкой. И да, кладку разбирают. Но каждый кирпич начала 20 века аккуратно складируют за домом. Он ещё пригодится позже. Именно им будут отделывать здание, рассказывает Алексей. Нас заверили, что ни о каком разрушении речи не идёт. Объект реставрируют. Конкретно сейчас ведутся противоаварийные работы. При архитектурном разборе кирпича обнаружилось, что у нас элементы многие повреждены. И это вот на данный момент первая процедура – это лечение. Произойдёт лечение самого сруба. А потом уже в дальнейшем будет уже оплатка. Кстати, строительный мусор и кирпичи, замеченные неравнодушными горожанами, – это снесённая кирпичная пристройка к зданию. Её возвели бывшие собственники, которые в период реставрации 2018 года убрали историческую, деревянную, тем самым нарушив целостность объекта. Говорят, у нынешнего собственника цели и задачи другие. Но, собственно, горит этим зданием. Он хочет, чтобы это здание светилось, чтобы это здание приобрело тот вид, который должно было приобрести. Поэтому на этом здании как раз-таки применяются самые новейшие технологии. Участвуют реставраторы не только Алтайского края, привлекаются специалисты Санкт-Петербурга. А у этих специалистов колоссальный опыт по реставрации. Кстати, историк Данил Дегтярёв сначала переживал, что кто-то в очередной раз поднял руку на историческую ценность. Узнав детали, обрадовался. Мне очень нравится эта тенденция, что частные инвесторы начали брать на себя ответственность за реставрацию некоторых зданий. То есть, если несколько лет назад был один Карипанов, грубо говоря, который на свои средства восстанавливал аптеку Крюгер, то теперь у нас выкуплен вот этот Суховский универмаг на углу социалистического Молотобольской, и там ведутся активные реставрационные работы. А соседние здания с ним на углу Лева Толстого и социалистического, дом Сухова, тоже сейчас там проводятся реставрационные работы. Наверное, потихоньку тенденция просто всё сносить и перечеркнуть нашу историю, меняется на тенденцию её сохранения. Конечно, Барнаул не Иркутск или Томск, где есть целые центры со специалистами по реставрации исторических объектов, говорит Дегтярёв. Но ситуация в столице края налаживается. Ну а здание на интернациональной будет этаким уголком старины среди современного высотного квартала. И это уже в ближайшем будущем. Экспертизу историческую проект прошёл, насколько мне известно. Вот сейчас последнее согласование в управлении дали уже непосредственно приступаем к реставрации. После того, как будет проект. Предварительный срок реставрации – два года. Я думаю, что это всё будет гораздо быстрее. В зиму в любом случае, я думаю, сотрудниками не надо соврать, в зиму в любом случае стены будут стоять, кровля будет на месте. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Аномально жаркая погода ожидает нас на территории края вплоть до плюс 35 градусов. Спасатели настоятельно рекомендуют внимательно относиться к сигналам организма, чтобы не перегреться, а ещё быть внимательными с огнём. По данным Алтайского гидромедцентра, до конца недели в регионе ожидают высокую пожароопасность 4-го и даже 5-го класса горимости. Это значит, что возможно увеличение числа очагов и площадей ландшафтных пожаров. Осложняет ситуацию тополиный пух и большое число хулиганов, которые его поджигают. Так, накануне вечером из-за такого огня пострадал продуктовый магазин в посёлке Восточный. Музей зебры появился в Барнауле. Его открыли в минувшие выходные, причём появился он практически сам. С приездом в зоопарк зебры Васи в краевую столицу посыпалось народное творчество с изображением чёрно-белого животного. Дмитрий Дроздов побывал на открытии. Жил бы маленький мальчик Серёжа, на всех обычных мальчишек похожий. А что отличало его от других? Об этом расскажет правдивый наш стих. Наш мальчик Серёжа о зебре мечтал. Серёжа мечтал, Серёжа исполнил месяц назад. В Барнауле привезли экзотическое животное зебра. Вася моментально стал любимцем жителей краевой столицы. И не только. Зоопарк буквально завалили письмами с рисунками зебры, вязанными фигурками, масками и даже картинами со всей России. Вот так сам собой и появился музей зебры. Шутят в зоопарке. И мы решили всё это дело собирать. И когда мы это собрали, получилось вот такое большое количество вещей, которые нельзя просто-напросто где-то держать и никому не показывать. Поэтому мы решили, что всё это люди должны увидеть. И поэтому вот в этом павильоне мы решили сделать такой замечательный музей зебры. Мои люди приходят и сегодня, кстати, принесли несколько работ. Я думаю, что он будет наполняться. Праздник зебры в зоопарк пришли отметить и малыши, и взрослые. И неспешная экскурсия для тех, кто подустал. Концерт и сюрприз барнаульцам от руководства зоопарка. У меня есть желание и есть возможности, главное, которые подтверждены Министерством культуры. Это появление в барнаульском зоопарке белого медведя и пингвина. Зебра в Барнауле напоминает зебру Мартина из мультфильма «Мадагаскар. Преодотам». Он исполнял финты водой, а здесь зебра Василий просто радует местных жителей своим присутствием. Необычно. Видно, что у него тихий час. Отдыхает. Очень интересно. Мы ходим уже много раз. И вот зебру, правда, пришли посмотреть первый раз. Мы очень рады, очень нравится. Но жалко, что она вот сейчас это спит. Жарко, наверное, покушали и вот она спит. Столько позитива. Да. Очень нравится зоопарк. Мы довольны. Мы даже уже давно тетеньки, но мы ходим сюда с удовольствием. Посетить музей Зебры может любой желающий. Он всегда открыт и постоянно пополняется. Кстати, возможно, рядом скоро появится и еще один музей белого медведя и пингвинов, чтобы исполнить еще чью-то мечту. Дмитрий Дроздов, Андрей Печеркин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. До встречи.